Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Алмаз на Мазака в США. И в этом видео я хотела бы вам показать, как я делаю дисплей своих кресталов. Трудно подобрать слово, есть такое слово по-английски to display, это как глагол, да, выставлять на показ. И одна из моих подписчиков меня спросила на гластотичном канале, how do I display these crystals, как я их выставляю на показ, да, на дисплей. И я решила снять видео на эту тему, и для вас, уважаемые подписчики, надеюсь, вам будет это интересно и для англоязычных моих подписчиков. Но, честно говоря, думаю, очень сильно разочарую я и тех, и других. А дело в том, что я особо их не выставляю на показ, и причина в этом одна – моя лень. Я как подумала, что мне каждый кристалл нужно будет потом вытирать от пыли, ну, протирать пыль с каждого кристалла, мне плохо стало, и я их решила хранить в контейнерах. Но некоторые, да, я выставляю на показ. Например, вот на куске селенита у меня стоит прекрасный зелёный флюорид, довольно-таки большой кристалл горного кварца. А это у меня дымчатый кварц с включениями, что-то, знаете, среднее между дымчатым кварцем и садовым кварцем. Садовый дымчатый кварц. Это прекрасный оранжевый кальцит. Там у меня под стеклом луна из селенита, сфера горного кристалля, две пирамидки из горного кристалля, прекрасная друза аметиста и кусочек флюоридка, флюорида. Ещё здесь у меня на зеркале стоит две пирамидки Organite Pyramids. Я не знаю, как это по-русски называется. Я, честно говоря, о них узнала только здесь в Соединённых Штатах. А органиты, наверное, пирамидки органиты, они примечательны тем, что в них внутри эпоксидная смола, и эта эпоксидная смола держит определённые кристаллы и обязательно металл, например, медь. Вот, например, здесь обсидиан, медь, и если вы видите, вот здесь прям наверху стоит кристалл горного кварца. Другая пирамидка имеет в себе лунный камень, по-моему, тоже медь, но я могу ошибаться. Это может быть brass, по-моему, brass это латунь по-русски, но на 100% я не уверена. Это может быть или copper, или brass, по-моему, латунь и медь. Вот, и также в ней тоже очень маленький, но наверху вы можете, наверное, видеть горный хрусталь. Ну и здесь я такую штучку купила, из неё течёт вода, она приливается разными цветами, и в неё я положила вот маленькие такие, здесь они называются чипсы, камушки, потому что, честно говоря, больше я даже не представляю, куда я их могу ещё положить. Я вообще не особо люблю вот эти вот все маленькие камушки, ну и решила их вот сюда вот на дисплей положить. Также здесь у меня на вот этом столике стоит перит, сфера перита, рыбка из оникса, мои украшения, ну и ещё несколько сфер горного хрусталя на подставке из агата. Ну и, в принципе, это весь мой дисплей. Все остальные кристаллы у меня находятся спрятанными в шкафу вот в таких контейнерах. Мне, в принципе, намного легче их хранить здесь, потому что не надо, во-первых, протирать их каждый раз от пыли, потому что контейнеры, в принципе, их защищают от неё. И я очень часто кристаллы беру с собой, ну там, например, на улицу, или просто вытащить в комнату, обложиться кристаллами. И это намного удобнее сделать, когда они вот лежат вот в таком органайзере. Вот он, да, вот он один. Я вот так вот его поднимаю около себя, ставлю и уже вытаскиваю то, что мне нужно. Иногда они у меня ещё вот здесь вот лежат. Ну и также я купила вот этот вот ящичек. Да, я понимаю, что этот ящик, в принципе, для, наверное, косметики, или как здесь нарисовано для всяких рукодельных дел, рисования, но он довольно-таки прочный, и я сюда также собираюсь положить кристаллики. Тоже очень удобно. Вот сюда вниз можно положить довольно-таки большие кристаллики, а сюда поменьше. И также, например, я планирую сделать видео о том, ну, видео о своей коллекции, потому что у меня за год, естественно, выросло. И вот все свои кристаллы я просто-напросто сложу вот в этот ящичек. Планирую я делать на улице это видео. Вынесу очень удобно, открой его и вытащу оттуда все свои кристаллы, покажу вам. Ещё один у меня кристалл Шунгита, да, пирамидка Шунгита стоит в комнате моей дочки. И вот такая вот солевая лампа. Не знаю, относит это к кристаллам или нет, но, наверное, всё-таки соль состоит из кристаллов. На этом всё. Надеюсь, вам видео понравилось и счастливо!